здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огорода зимняя теплица это видео будет называться почему на огурцах много пустоцвета и я сегодня отвечаю на вопрос татьяны масловой вконтакте спасибо татьяна вопрос замечательный он настолько актуален сейчас и в садоводе это вопрос номер один давайте разбираться татьяна пишут что купила хорошие семена что хорошие купила гибриды но делает все возможное а тем не менее сплошные пустоцветы огурцы не завязываются что же такое пустоцветы пустоцветы это мужские цветки они не образуют завязи зависть образует только женские цветки как отличить мужской цветок от женского в огурцах давайте я вам покажу как выглядит мужской цветок он имеет вот такую вот тоненькую ножку женский цветок а в отличие от мужского имеет такое уплотнение уже как будто бы огурчик там образуется да сразу же цветочек и на нем как бы цветочек торчит на маленьком-маленьком огурчике это женский цветок в огурцах обилие цветов это еще совершенно не гарантия богатого урожая но почему же это происходит почему происходит пустоцветы давайте в этом разбираться и первая причина и самая наверное такая распространенная это некачественные семена иногда мы покупаем и читаем одно и в общем-то производитель пишет все что очень хорошо но на самом деле получается все не так скорее всего вместо пантена карпиков вы купили обыкновенный пчела опыляемый гибрид и в общем-то пчелок то как раз и не хватает для их опыления потому что огурчики находятся либо в теплице либо закрытые в парнике и это самая распространенная причина следующая причина это слишком свежие семена вроде бы парадокс да мы всегда стремимся купить самые свежие семена а здесь наоборот семена должны какое-то время вылежаться и вызвать для того чтобы они у нас не только взошли но еще и были у нас плодовитыми то есть чтобы они у нас давали завязи как правило на это потребуется четыре года но два или три года это уже хорошо но что делать если все-таки такая ситуация случилась и мы с вами имеем семена где видно что урожай того года как подготовить их все-таки к посадке можно сделать так значит обработать семена значит в биофунгициде например в каком-то просушить как следует и отправить семена на батарею центрального отопления где температура у нас приблизительно 28 градусов и выдержать в таких условиях приблизительно один месяц там они допекутся дойдут и конечно же зайдут и будут плодоносить следующая причина это неправильные поливы скорее всего мы перестарались мы с вами знаем что огурцы это очень влаголюбивые растения но влаголюбивые не любят болото а мы с вами ну в общем то начинаем их так залюбливать что просто начинаем их переливать огурцы необходимо поливать чтобы они и у нас не пересыхали но и не нужно делать так чтобы огурцы всегда находились в какой-то сыроте все во всем должно быть мера огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой только подогретой и никогда не поливаем огурцы в жару когда стоит солнце в зените когда кругом очень жарко поливаем только утром или вечером тогда когда солнце скользит лучами по земле и не так жарко следующая причина это жара если температура поднимается 27 градусов и выше если сухой воздух если огурцам сухо то это может стать причиной пустоцвета в этом случае скорой помощью станет полив утром и вечером огурцов вот такой режим полива спасает ситуацию завязи появится и у нас будут огурцы еще одна причина это вот в зоне рискованного земледелия по крайней мере вот у меня ярославской области сколько хочешь может быть такого когда температура падает до 15 градусов и ниже и вот в таких условиях огурцы приостанавливаются и замирают потому что это очень теплолюбивые растения это южные растения что нужно делать в этом случае конечно же первую очередь сократить поливы нельзя допустить чтобы огурцы находились еще в прохладных условиях да еще и в сырых это в общем то гарантирует нам пустоцветы можно сказать нужно сделать все для того чтобы огурцам стало потеплее накинуть какие-то дуги на дуги накинуть укрывной материал а еще лучше укрывной материал а сверху пленку это такой памперс огурцы просто обожают находиться вот в таких условиях в теплых очень ну и еще раз повторюсь сократим поливы потому что в холодную погоду мы редко поливаем огурцы еще одна причина это недостаточное освещение например мы посадили огурцы но на теневой стороне нашего сада да и это может стать причиной плохого плохой завязываемости плодов каким образом можно исправить ну конечно же уже на следующий год мы с вами уже не посадим больше в теневое да мы обязательно с вами посадим где-то на юго-востоке нашего сада чтобы освещение было хорошее но что можно сделать и предпринять для того чтобы все-таки завязи появились и ну во первых конечно устранить загущенность посадок если она присутствует да и не только на теневой стороне а вообще загущенность может привести вот к этой причине именно затенение да поэтому нам нужно с вами разрядить наши посадки и сделать так чтобы не было вот таких вот джунглей не непродираемых да где нет ни воздуха и ни света это никуда не годится нам обязательно нужно чтобы огурца был и свет и воздух но если уже все случилось такая ситуация и мы посадили все-таки там где например полдня тень то что мы можем с вами сделать да и вообще во всех случаях если пустоцветит что мы с вами можем сделать какую такую провести операцию так сказать для того чтобы все-таки наши огурцы начали плодоносить все значит мужские цветки в основном находятся на центральном стволе мы этот ствол с вами должны прищипнуть на высоте ну высота может быть любой разной точнее но нужно чтобы было хотя бы 10 листов на нем да и мы вот эту вот макушечку прищипываем только у центрального боковые уже нам дают женские цветочки но с центрального мы вы мужские не удаляйте они там должны обязательно остаться в общем прищипнув ствол центральный вы спровоцируете рост боковых побегов на которых у нас растут в основном только женские цветочки и это сильно очень улучшит нашу ситуацию но если вдруг по какой-то причине ваши огурцы и в этом случае упорно не хотят образовывать завязи то мы можем с вами вручную их опылить если у нас нет под рукой завязи или каких-то других препаратов которые способствуют завязи что можно сделать можно взять мужские цветки а мы уже теперь знаем как они выглядят и вручную опыли ими женскими просто дотрагиваясь цветочком до цветочка да и желательно чтобы на женском цветке было два хотя бы или три мужских цветка побывала это было бы очень здорово и вот теперь уж точно стопроцентно пылите ваши огурцы и урожай у вас обязательно будет а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока